ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вдруг она такая вот совсем никакая, ее закрыли. Надо уточнять. Есть несколько санаториев на этой базе отдыха. Есть несколько примитивных корпусов, скажем так. Там есть какие-то типа как кемпинги, что-то такое, такие частненькие. То есть, в принципе, по большому счёту, наверное, это будет единственный возможный вариант, как можно будет разместить такое количество людей. Это на Белых озёрах. На Белых озёрах. На самом Белом озере, потому что по бездельцам даже... Ну, там они все рядом, да, базы есть? Там и базы, там и... Ну, а что мы расстоянием, скажем так? Они тут в цепочку, или... Они вот озеро само, и с разных сторон озера. Ну, там вообще реально и пройти, обойти, реально... Ну, я там... Где-то 5-10 минут ходил, где-то полчаса больше. Что-то Несвическое, или как-то мы были, не знаю, как там... Чёрное, белое? Где мы на свет ездили? Белое, чёрное... На свет мы, да, ездил. Как там санаторий, Берестия, вот какое там озеро? Берестия, не Берестия, Буг? Буг. Какое там озеро? Рогознянское или какое? Рогознянское, да. Там тоже рядом. Ещё вот такой вариант... Там полчаса. Подожди, вот нам нужно, короче, чтобы мы... Вот 5-го мы заехали, допустим, разбили там либо палаточный городок, с палатками, ладно, я палатки найду полковые, а кухня будет полевая, чтобы как бы нам вот этот организовать, как бы праздник, слёт, допустим, 5-го вечера, чтобы мы пообщались на какой-то поляне, где-то эти костры разожгли, то есть и там, может быть, расположились бы на этой поляне, но чтобы для детей с мамами, с маленькими детьми, или там это, люди едут, потому что мы по 5 лет дети, чтобы они не в палатке ночевали. Ну, придётся тогда номера использовать для вариантов, кто будет с детьми, если там одни взрослые будут ехать, то можно уже проще варианты размещения тогда использовать. То есть те же палатки, например, кто-то с своими приедет, кто-то в шутку. Ну да, кто-то со своими палатками. Опять же, ну, это надо просто выезжать на место и искать место, где реально будет, всё-таки, потому что человек, внимание, как количество, и надо будет выбирать на месте уже место, где непосредственно можно будет их поставить, чтобы удобно было и близко там от тех же вариантов размещения, которые... Ну, то есть с ними это всё можно будет утрясти вопросы? Можно будет, можно будет, да, но надо ехать этим... Это надо заниматься уже сейчас, потому что август весь расписан. Короче, мы поступаем так. Договариваемся, узнаём цену, узнаём смету и узнаём, сколько будет стоить на человека. Ещё интересует, то есть мы будем посещать, допустим, это... Ну, программу мы потом полностью составим, как бы утвердим. Мы будем посещать Беловежскую пущу, все вместе поедем, и Брестскую крепость, то есть чтобы это была экскурсия, чтобы это было, ну, как бы запоминающееся мероприятие. И ещё, вот у вас есть возможность договориться, допустим, или это мне стоит договориться, с администрацией города на проведение вот этого вот праздника, мероприятия, допустим, во взрослом парке. Ой, в парке Первомая, да. Надо будет, наверное, вам, как организатору с этим делом. Да, то есть это надо будет... Надо уточнять, ну, в любом случае, наверное, вместе будем, поедем, или что-то делать. Ну, чтобы... Что-то сказать не могу. Да, ну, если что, вы можете со мной подъехать, и как бы это дело всё мы вместе организуем. Так, вот, ребята, человек нам будет помогать в этом. Я просто хочу организовать красивый праздник, и чтобы я уже вот подписчикам говорил, я говорю, это надо дело всё организованное, цивилизованное делать, потому что, я говорю, Бастилию убрали в меньшем количестве. Ну, да. Это будет просто шок для города, потому что мы хотим ещё пройти шествие сделать, это надо будет и ГАИ, и всё. Это надо будет всё согласовывать. Да, это надо будет всё согласовывать, чтобы нас не посчитали, что это нападение на Белоруссию, товарищи. Хорошо, люди, как бы у нас цивилизованный контингент нормальный там собрался, все подписчики. Что нас ещё интересует? На чёщке. Питание на чёщке. Будет попробовать решить, как вариант. Всё-таки заранее, если всё забронировать, то... Это реально. Это вполне реально. 500 человек по 50, сколько надо, 10 автобусов? Ну, это грубо, 500, может быть, да. Ну, 500 человек, мы, короче, мы ограничиваем. Ты будешь на это 2 месяца. И вовремя закупили билет. Остальные просто, как бы, ну, они будут ехать либо на автобусах, либо будут ехать на машинах. Как бы никто их не выгоняет, пусть это будет 1000 человек. У остальных свои палатки, то есть палатки и место под крышей для детей будет рассчитано именно на тех людей, которые вовремя подсуетились. Так что шевелитесь. Остальные, кто приедет, милости просим, будут в своих палатках на той же территории, наверное. Так, ну, это всё организационно, как бы, я понял. Ну, короче, скорее всего, это будут белые озёра, да? Ну, это, наверное, даже единственный вариант. Да, эту поляну мы, как бы, забьём с организацией в городском празднике. Вы мне поможете, да? То есть, вот. Короче, мы начинаем просчёт сметы, сколько это будет стоить на человека. Делаем так вот, с человеком я сразу договариваюсь. Вот, допустим, у нас сумма вылезла, ну, я грубо не буду говорить, 1000, да? 1000 на человека. Мы делаем так. Взрослый билет стоит, допустим, 1400, детский билет 600. Исходя из... Если детей меньше, мы списки будем видеть, в списке будут онлайн следить и товарищ, и буду следить и я. Так что, вписывайте детей, вписывайте, сколько ребёнку лет. Я думаю, до 13 лет сделаем, ребёнку будет, как бы, большая скидка, потому что это всё-таки семейный бюджет будет трескаться. Но если вы решите поехать в Беларусь, то вам это будет в большой подспорье. Так что, ждём вас всех, ждите следующего видео. В следующем видео я оглашу вам стоимость всего и примерные программы, той, которую мы придумали. И в ходе всего этого видео вы будете поправлять в комментариях, что вам нравится, что не нравится. Где-то на какой-то базе или ещё в каком-то варианте размещения. Соответственно, от этого тоже будет зависеть цена. Значит, что касается питания, тоже масса нюансов. Те, кто живут в палатке, им вы говорите полевую кухню. А полевая кухня будет, скорее всего, до последней. Это последний вариант. Если люди нормально, если ты хочешь, чтобы они нормально попутались, я думаю, всё-таки будут. Тогда надо будет договариваться с теми же базами отдыха, с санаториями, с Белым озером, с ресторанами, чтобы именно отдельно определённое количество человека не покормили завтраками, обедами и ужинами. Вот как бы нам нужно, чтобы мы стопудово забили сейчас место, чтобы не получилось так, что пока мы все собираемся, кто-то перебил эту базу. Совершенно верно. То есть нам надо уже удочку сразу закинуть и как бы составить примерную смету. Да. Ну, это надо уточнять, в общем, какие базы, сколько мест могут выделить в этот период, исходя из стоимости проживания, уже можно будет о чём-то более конкретном говорить. Хорошо. И как вот скоро мы можем узнать примерную смету? Пока по проживанию, по этому. Ну, по экскурсиям, это само собой. То есть экскурсии у нас должны быть. Беловежская пуща у нас обязательно, крепость у нас обязательно. Там уже посмотрим. Мы бы еще предложили, как говорила, посетить Струсиновую ферму в Коврине. И музей Суру. А там сейчас красиво, раньше было неплохо, а потом сказали запустел. Ну, вы знаете, людям нравится сейчас кто-то приезжает на экскурсии, на Новый год, в том числе и на новогодние праздники. Ну, это тоже, во-первых, это, ну, не знаю, на эти экскурсии, мне кажется, то есть транспортные расходы там будут большие. Потому что всё-таки на Белое озеро заедет, там сколько километров от 260? На одну сторону нет, там 60 не будет, там где-то километров 35. В среднем, вот не можете сказать, сколько примерно, вот, ну, по лету определяя, сколько примерно обходилось транспортное? Нет, не скажу, это надо всё равно просчитывать. Да? Так это, да. Тут, да. Можно тоже вырвать, страусственная ферма, интересно. Ну, как вариант просто. Даже там это, вот, получается, что и обед не надо, они там это и покушают за свой счёт. Можно, но 500 человек туда одним махом привезти, это тоже надо будет за цепочку устраивать. Нет, ну, может, кто-то не захочет. Ну, мы, как бы, не хотим, как бы, народ у нас едет больше не в город посмотреть, так как встретиться. Это тоже в городе. Да, и хотим мы всё-таки, всё это организовано, как бы, все вместе, да, поездить по... Ну, у нас будет все вместе посидеть и ночь у костра, все вместе, и концерт, и будет какая-то программа с конкурсами. Я думаю, спонсоров мы подключим к этому делу, или Беларусьбанк, или ещё кого-то. Я думаю, под это дело подпишутся, и подпишутся нехило. Ещё можно с вашей помощью, может, мы какого-то спонсора найдём для этого дела. Посмотрим. Да, я думаю, это вариант, потому что это первый слёт вообще, который... Таких слётов не было нигде в мире, и, как бы, вот с этого года он начнётся, будет он 6 августа, это будет внеклассный день гаражника. То есть у нас очень коллектив такой сложился. Я сейчас включу, чтобы вы не слышали. Вот, да, я просто включил микрофон, можете слушать. У нас просто вот такой коллектив гаражников сложился. Все люди сплочённые, вот видите, 37-38 уже человек онлайн сидят в рации сейчас. Это люди со всех стран абсолютно. Ребята, скажите, кто откуда вы, кто слушает, пожалуйста, скажите, кто откуда вы. Аск, Челябинская область. Только подключился в Хельсинки, Серёга. Керлитамак, Башкирия. Башкирия, Голорецк. Сан-Франциско. Сорвался. Казахстан, Кураганда. Ну что, со всего мира, все. Беларусь, Винск. В Беларуси много тоже было. Беларусь, Винск. В Беларуси, видно, же начали подключаться. Было мало беларусов, когда-то, конечно. Беларусь, Винск. Не все было. Ну, вообще, а вот это... Санкт-Петербург. Реально. Санкт-Петербург. Тут есть очень много нюансов. Конечно, я тоже думаю, что, во-первых, это очень... Им надо, если с Россией, люди хотят ехать... Ну, там, на Беломузе, где там есть это вот, где разместится... Мне кажется, это в это время... А автокар, что ты никак не пробьешься? Дайте пролезть автокару, пускай, откуда он. Но, если заранее это все сделать, я думаю, что... Вполне это все реально. Не знаю. Мне кажется, там все базы заняты. Ну, я говорю, надо утащать. Потому что это надо звонить или ехать, разговаривать. Ну, естественно, сначала придется прозвонить. Кто что скажет вообще на эту тему. Интересно ли это будет. Потому что люди, на самом деле, летом едут на большие периоды. Виталий, не слышно, еще раз. Вроде не, как бы, вопрос, на самом деле. Если бы это зима, почему бы выход у меня, вот они же так практикуют. В межсезонье, да, было бы проще. В жизни надо будет, соответственно, как-то страховаться. То есть, чтобы с оплатой, с оплатой, да, не было вопросов. С оплатой вопросов не было. Здесь, видишь, какой вариант. Люди все согласны все оплатить. Я понимаю это, что вы себя перестраховываете. Здесь будет так вот с нашей позиции. Мы, сейчас вот у нас идет набор, сейчас после этого видео еще больше набор будет. Вы пока занимаетесь пробиванием возможностей вот этих вот. Как только вы пробиваете возможность, допустим, в конце февраля мы уже знаем точно, что эту базу мы забьем. Да. Вы нам говорите свой расчетный счет, куда присылать. Я обнародиваю людям, и люди вам уже все, засылают деньги. То есть, бронируют места. С этим вопросов не будет. Но нам нужна сумма вот этой вот смены. Ну, ясно. Чтобы человек потом не доплачивал. Конечно, вопросов нет. Нет, если же цена уже будет озвучена, она уже не поменяется. Это само собой, разумеется. Так вот именно, чтобы вы в прогаре не были, понимаете, и чтобы с нашей стороны было красиво, и чтобы потом с вашей стороны это было красиво. Пусть это будет немного больше цена, чтобы у вас потом не было такого, что на автобус не хватило, еще что-то. Пусть немножко цена будет завышена. Я думаю, народ поймет. Не завышена, просто стопроцентную оплату нужно, чтобы они насили сами. Или сейчас 21 век, наверное, с России можно как-то перечислять. В этом плане вопросов никаких нет. У нас есть счета и в российских рублях, и в долларах, и в евро. Пожалуйста, с любой страны в мире мы можем принять оплату. То есть вообще, как бы, юридически это будет выглядеть так. То есть если люди все устраивают, я выписываю договорчик. Мне для договора нужны будут только паспортные данные. Соответственно, я эти все моменты указываю, кто где живет, кто куда едет и так далее. И высылаю наши реквизиты по электронной почте вместе с договором. Все на этом. Так, как вот, да, когда у нас будет сумма озвучена, сумма озвучена, и то есть человек должен уже все бронировать места. Какие его действия? Электронную почту мы ему даем или чего мы ему даем? Мне нужны будут, значит, электронная почта, на мою электронную почту, мне нужны будут паспортные данные, чтобы были высланы. И я в ответ высылаю оформленный договор на подпись и наши реквизиты на оплату тур. Этот договор они получают в электронном виде, да? Распечатывают, подписывают, сканируют и отправляют обратно вам. Совершенно верно. То есть, вот, договор они вам отослали, сумму как пересылать. Через банк я высылаю наши реквизиты, они идут в банк. Вы высылаете вместе с договором, да? Совершенно верно. Все. Вместе с договором вы получаете. То есть, на компьютер, кто с компьютерами слабовато, пожалуйста, ищите уже людей, которые вам помогут в этом. То есть, вам придет электронное письмо, придет документ. Документ этот нужно будет скопировать. И если у вас нету принтера, распечатать его в какой-нибудь организации. В любую бухгалтерию можете зайти, вам распечатают. И сделать скан-копию. То есть, сканировать его. Распишитесь там и скан-копию сделать. Эту скан-копию вы отправите по почте в организацию. То есть, счет будет. Вы это все оплатите. Это все мы будем еще... Расскажем вам это все. Там кто-то с анекдотами. Расскажем вам это все. То есть, и дальнейшее ваше действие оплатить тур. Забить место. Чтобы у нас было все подготовлено. Понимаете? Что-то я никак не соображу. Но Деля Лежа все в кучу соберет. Так что, будьте готовы. Будьте на взлеты. Сейчас будет вестись просчет. Я думаю, сколько у нас времени просчет займет? Тору дней. Просчет займет у нас пару дней. Так что, давайте не подводите дядю Олежу. Чтобы участвовали это быстро. Как только мы насобираем там, допустим, у листой человек. Или это будем делать быстрее. Забиваем места. Те, кто первый подсветится, тот будет жить под крышей. Так что, начинайте собирать денежку. Так, четыре ночи, да? Четыре ночи, как хотите. Дальше. Проживание понятно. Питание, завтраки, завтраки, обеды, завтраки, обеды. Я думаю, завтрак, обед. Я думаю, на ужин люди в городе что-то прикупят. Завтраки, обеды. Думаю, ужин это будет шашлычок, будем собираться там. Завтрак утром обязательно, чтобы дети поели, чтобы кто-то из этих поел. Обед, как бы, обед, вот, я не знаю, где он придется. Ну, нет, ну, если экскурсия не сделается, то это не проблема. Это не проблема, да? Хорошо. Обед считаем, завтрак считаем. Значит, по доставке и экскурсионной программе. Приезжают все своим ходом или кого-то надо встречать с поездов? Наверное, надо будет. С поездов я не знаю. Люди все в разное время. База отдыха 30 километров от места. База отдыха далеко. Они так быстро туда не доедут. Хорошо, тогда люди ждут на вокзале, кто рано утром приехал, или по городу гуляют. Если... И от вокзала, или от автовокзала? От вокзала отъезжаем. Нет, подождите. Нет, смотрите, я имею в виду тех, кто приезжает на поездах. Нужно будет организовать трансфер в... Место расположения, да. То есть, если все приедут на своих машинах, то в этом вопросе проблем нет. Это однозначно не все. А в таком случае... Еще, знаешь, вот что я хотел. То, на чем здесь. Да, 5-го числа, 5-го числа, это надо, не знаю, опять же с администрацией говорить, сбор, как вот везде байкеры где-то, все собирались, сбор у Брестской крепости. То есть, подожди, 5-го люди вот заехали встретиться и с этой администрацией уже ехать к месту проживания. То есть там будут автобусы стоять. Сейчас это будет реализовать невозможно, чтобы там стоянку убрали. Да, 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 точно. Ну, тогда где-то, где у нас есть площадь? Возле, напротив музея паровозов, есть стояночка. Вот там. В принципе, это как вариант, например. Мы можем сделать указатели, там, такие временные. Но, опять же, это вы говорите о тех, кто приезжает на своем роде. Это кто на машинах-то. Уберите. Я думаю, что надо за пределами города встретить. За пределами, я тоже думаю, за пределами. Потому что будет такая вереница. Думаю, да. Хорошо, кто приезжает на машинах, можно встретить у начала города. Например, да. Будет, да, на въезде в город будут стоять представители. Будет плакат, что вот встречаем слет. И все собираемся, кучкуемся. Может быть, это, когда мы уже будем знать, сколько народу, может быть, это будет сопровождение ГАИ. Будем следовать, автоколонна будет следовать до базы своим ходом с сопровождением ГАИ. А люди, кто приедет на поезде, кто приедет рано утром или это. То есть, походят по городу. И на вокзале, я думаю, будет стоять у нас автобусы. Мы будем знать, сколько людей у нас едет, сколько автобусов нам нужно. Встречают с вокзала, допустим, ближе к вечеру. Да? Можем под любой поезд организовать отдельный трансфер. Это тоже не проблема. Это будет. То есть, ну, определенное количество приезжает, там, в 5 утра, кто-то там в 10, кто-то в 12. Под каждый поезд можно будет сделать трансфер. Сразу встретились поезда, привезли на размещение. Так, вот это мы тоже продумаем. Это я расскажу дальше, как это будет. Это будет организовываться. Так, хорошо. Встретим мы людей. Все разместимся на базе, допустим, 5-го в лагере. Вечером мы там слетик небольшой. На 6-е мы организовываем, допустим, в парке мероприятие. Ну, это потом определимся. Вы определитесь. По программе будете вы определяться, что вы нам можете предложить. По экскурсионной программе, значит, смотрим Брестскую крепость. Брестскую крепость, Беловеческую пущу обязательно, музей Беловеческой пущи, вольеры. Резиденцию Деда Мороза. Да, резиденцию Деда Мороза. И смотрим ли Кобринскую страусинную ферму? С Кобрином. Кобринскую страусинную ферму пишите. Будем смотреть, не будем. То есть, по результатам, но, скорее всего, будем, куда кто денется. То есть, Дядя Олежа поедет, так что все поедут. Экскурсионку можно разбить на 3 дня, можно сделать на 2 дня. На 3. То есть, есть вариант. На 3. Просто, соответственно, на 3, если растягиваем, это будет немножко неправильно. Может, тогда 2? Давайте, 2. А в один день, а Беловеческая пуща, это в один день? Ну, без разницы. Можно тут абсолютно все, что можно с чем угодно объединять. Можно вместе поставить и Брест и Пущу, можно поставить вместе и Брест и Кобрин, и можно поставить вместе и Кобринскую страусинную ферму, и Беловеческую пущу. Я думаю, с Пущу уже никто не уедет. Лучше Кобрин-крепость, потому что Пуща – это очень большая прогулка. Да, это будет оптимальным набором. Да, да, да. Ну, короче, вот так и делаем. Считаем Кобрин-Брестская крепость с экскурсоводом, это, надеюсь, будет. Конечно, обязательно. Да, Брестская крепость. Музей мы сможем, столько народу провести. Ну, это будет цепочкой просто. А, ну, хорошо. То есть, это будет выглядеть так. 10 автобусов едут с интервалом, если мы говорим про Беловеческую пущу, то, скорее всего, будет с интервалом где-то минут в 30, друг за другом. Если мы говорим про… А если это Дед Мороз, я думаю, интервал час будет. Нет. Нет, там проще. И, значит, и что касается Бреста и Кобрина, это будет интервал, скорее всего, тоже где-то минут 45 ориентировочно, скорее всего. Так, еще что у нас. Ну, это мы все просчитали. Завтрак, обед мы просчитываем, да? Вечером там уже сами что придумаем, все равно мы в городе. Кто-то на машине… Вы не в городе, вы на базе отдыха. Ну, на базе отдыха, да. Я думаю, все равно, может, в городе будем ездить. И считайте, сколько будет это с ужином. Так, на Белом озере у нас что там у нас есть? Ужин у нас есть из-за с ужином. Просто объявить, что такая стоимость. Да, да. Кому надо будет. Надо считать сразу с ужином. Если же у нас есть из-за города. Давайте, считайте с ужином. Хорошо. Режеозное питание. Да, считаем полный пакет, считаем с запасом, чтобы народ после объявленной цены уже ничего не добавлял. Если поездами, тогда, наверное, нужно будет какие-то через какое-то определенное время считать, там пару автобусов. Это не проблема. Я вот говорил уже, что… Вы просчитывайте. Под каждый поезд можно будет поставить… Ну, не под каждый. Ну, так через три часа, там, что, например, там одиннадцать, там, в три пусть будет автобус. Вот так вот. Пару автобусов надо посчитать. Ну, в зависимости, надо будет смотреть, в общем, один из-за того, сколько будет людей приезжать. Это можно и микроавтобус и поставить, и можно даже будет… Нет, большой, наверное. Ну, я не думаю, что двухэтажные нужно… Нет, в зависимости от того, сколько будет приезжать людей на конкретном поезде каждого. Можно будет… Я не думаю, что нужно сказать, что пусть они посидят в городе, лучше два часа, чтобы это будет дешевле. Ну, с вещами, это не лучший вариант, я вам скажу. Я не думаю, что там эти мужчины много вещей с собой везут. Ну, камера есть. Не, ну, с детьми много людей есть. С детьми они будут… Я думаю, что будет проще. Многие вот с Волгограда люди собираются, они как бы собирают колонну. Сейчас уже договариваются, какого числа выезжают с Волгограда, так что следите за каналом. Они будут объявлять свой маршрут и по дороге будут собираться все на машинах и продолжать движение сюда, они заедут уже колонной. Нет, это же проще. Да. Так что и здесь мы их встретим, все это обсудим, все это уточним, как и что. Ну, надо считать сразу себе все равно, со всеми экскурсиями, а там уже кто хочет, я и дне, чтобы они заплатили наперед. Вопросы? Это оплатить будут, да. То есть, чтобы мы уже знали точную сумму. То есть, количество людей у нас будет ясно. И так по сайту я как бы… А там никакие люди уже нет, ничего есть? Или есть что-то? Ну, единичный экскурсия, расскажем так. Ну, короче, на сайте… Ну, по берегу есть емочка, у них не много, скажем так. На деревне рядом есть? Там или нет? А какая там деревня? Ну, в подрассе, когда Дуба уроков, в сторону самого озера, там же шпак деревень есть, то есть, ну, пару килограмм уже к моему, если сильно там что-то наградим, это может быть… Да, я смотрел, смотрел, но у меня там посложнее ситуация сделала в том, что там там усилитель, где он… Это да, это на самом деле… Потому что где там, там уже не особо там так уже посещают… Какую еще, правильно? Вот… Вот… Ну, это салон… Ну, это салон, это вот… Там кто любит понежиться на салон… И на поле, 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 салон… То есть, я его потянул с поттером, потом пришлось разрезать этот усилитель… Сейчас, я его хочу отрубить… Ну, потом поговоришь… Насчет этого… Так, кончили переговоры, слушайте разговор. Это… Почему мы остановились? На чем остановились? Ни на чем… Просчитывает туристическая фирма стоимость… Стоимость, да… И за несколько месяцев надо будет полностью оплатить тут… То есть, просчеты будут производиться, приблизительные просчеты, или это уже точный просчет? Уже точный. Это будет, когда будут? Я думаю, в начале следующей недели. В понедельник? Да, в начале следующей недели будут точные подсчеты, сколько, чего обойдется. И прошу от вас быстрого реагирования. То есть, вам придет, вернее, я дальше все поясню, смотрите за видео. И, как бы, подсчеты это одно, я понял. Что-то другое я хотел сказать. А, да, я сделаю, вот, я тебе сразу дам, Максим, да? Я тебе сразу дам свой сайт, адрес, дам, где все это прослеживать. То есть, у меня на сайте, на главной странице будет окошко, где анкета человека. Мне приходит письмо, анкету они заполняют. Письмо мне идет не в сайт, оно идет на электронную почту. С сайта я вношу его в список, это уже железный человек, да. И ты будешь полностью видеть список, сколько людей у нас на данный момент, да. То есть, постоянно на сайт залез, ты уже видишь, сколько людей. Все, мы объявили цену. Все, ты даешь свои данные реквизиты, куда посылать. Человеку приходит письмо в электронном виде, он его распечатывает. Он распечатывает письмо, делает там почту. Да, там и программа будет. Программу я сразу сделаю, чтобы люди видели. Ну, согласовать, ее согласовать, конечно, надо будет с вами, да, но да. То есть, вот так, что первый день там то-то, то-то, то-то. Ну, я думаю, вы не первый день, я думаю, это все нормально будет. Думаю, в большинстве своем люди будут согласны. Главное, что мы, вот как поняли, да, с тысячи, допустим, если тысяча на человека выходит, там, ну, я грубо говоря, цены это, то, значит, детский билет до 13, ну, или до 12, сколько детский? До 12 обычно идут. До 12? По гостиницам до 12. Да, до 12 детский билет будет составлять не тысячу, допустим, а 600, да. Ну, и взрослые, естественно, уже тогда не тысячу, а там тысяча 300 или тысяча 300, да. То есть, ну, как бы еще, что там еще вот по этому? А, ну вот, письмо вам приходит в электронном виде, вы его подписываете, это я отдельно все поясню, или Максим пояснит потом на видео, все вы это будете, точные действия, все мы подробно, так не спеша, сейчас вот как снег на голову, это все, все не спеша, все мы вам разъясним, все вы поймете. Даже, может быть, сделаю я видеоурок, как это все сделать на компьютере, чтобы вы могли кнопочки полклацать сами. Вот так. Ну, на сегодня все, ждите следующего видео. Как бы все у нас так быстро в полевых условиях все решается. Видите, дядя Олежа, все, ради своих подписчиков. Все, всем добра и бабла. Так, в Жирном... Жизнодорожное, есть Брест-туриста база. С другой стороны даже несколько. Они рядом, ну они по дороге стоят вообще, я считаю, вот так. Брест-туриста сразу на въезде, на развилке, получается. Жизнодорожное уже дальше туда едем, прям. По Брест-ту, короче, порешали. Скорее всего, место под крышей, это на базе, на самой, да, ночлег. Место под крышей, скорее всего, будет 250 мест. Так что это мало, это торопитесь, бронируйте места. И в палаточном... Подожди, вот вопрос. Допустим, с жильем, вот, забронировались люди, да? А те, кто в палаточном городке, но программа вся та же. Это же мы тоже просчитаем. Да, 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 да. Это мы все просчитаем. С жильем и без жилья все то же самое. Да, да. Да, кто будет в палаточном городке жить, то есть это все просчитается, это будет гораздо меньше. Программа написана. Да, но программа будет та же самая вся. Ну, на базе отдыха, там, наши, что-то дорожные, там, можно поставить. Если разрешение, где не строится, то... Надо разбивать. Ну, сегодня я постараюсь объяснить, как все-таки зарегистрироваться быстро на сайте и подать заявочку на слет. За звук сразу извиняюсь, пишу с контасией. Как бы, звуковое сопровождение здесь не очень. Находим сайт. Вы можете просто набрать вот так. lns.ru Здесь у вас появится значок в виде ключика. Нажимаем на значок. У вас появляется вот такая табличка, да? Вы можете нажать на Яндекс. Можете, если вы ВКонтакте зарегистрированы, вот здесь ничего набирать не надо. Нажимаете ВКонтакте. Это гораздо проще, будете зайти в следующий раз. Нажимаете Продолжить. Сейчас у меня немножко интернет притормаживает, так как идут прогрузки фирма. Так. И получается, выходим мы на сайт. Вот так. Ну, у меня тут сообщения появились. Так. Вот. На сайте вы вышли на главную страничку. Да? Вот здесь, в этой полосе. Вот главная страничка. Вот в этой полосе вы будете видеть, здесь появится еще видео. Первая полоса будет. Дневник слета канала. Здесь первое видео. И видео будут дальше продолжаться. Как бы это видео вы уже зашли. Вы видите вот в этой полосе. Ниже листаем. Вы видите вот такой громаднейший знак. Да? Слет гаражных улиц. Нажимаем на этот знак. И переносимся вот на эту страничку. Листаем ниже. Вы видите это видео, да? Листаете ниже. Как вот видите, первым тут подписался я. И внизу отправить заявочку. Нажимаем. Вот. Ниже листаем. Заявка. Участие в слете. Пишем. Так вот. Ребята, заполните форму. Как для себя, так и если вы едете с женой. Ребята, заполняйте отдельный заявку. А если с другом, то для друга заполняйте. Как отдельную заявку. То есть семья пишет сюда. А друг это уже отдельный ответ. Ваше имя, фамилия, отчество. Страна проживания. Отчество не обязательно. Наш город, где вы живете. Ваш возраст. Здесь вы пишете данные. Если с женой, подругой. Там с жене. Так. Сообщение там пришло. Ну ладно. С жене. Сколько лет? Сколько лет? Вашим детям. И ваши комментарии, если нужны. Ну здесь, я думаю, еще надо будет писать. То есть, где вы будете. Если вы с детьми будете, то я вам сразу советую. С... Ну, под крышей пишите, да? Под крышей. Если вы там без детей, и вам в палаточном городке вас устроят. Пишите. В палаточном городке. Вот здесь. И мы будем видеть, кто у нас будет бронировать места в палаточном городке. Кто у нас будет бронировать места под крышей. Для детей. И нажимаете отправить. Когда вы нажмете отправить, вы попадете... Вернее, ваша заявка попадет мне на электронную почту. Как бы и уже нажав на эту картиночку, когда вы заявочку подали, да? Вот список ребят у нас написан, да? Это вы нажав на главную страницу на эту картиночку, переходите сюда. То есть, и здесь будет список. Вот первый это я. И пошел уже список людей. То есть, вы видите себя. Значит, все. Я вас занес в список. И мы вас имеем в виду. После того, как у нас наберется определенное количество людей. Я даю, уже когда мы просчитаем всю сумму. Я даю данные, по которым и будут дальнейшие действия. То есть, следите за видео. Все это будет разъясняться. Следите за дневником нашего слета. Всех жду на слете. Всем удачи. Ну, как бы вот, на сегодня и все. Немножко темновато, да? На сегодня, как бы, все. Как бы, основные аспекты мы поднакидали. Послезавтра или, допустим, через два дня, три я пойду, вернее, уже человек сделает нам просчеты определенные, сколько это будет стоить, все мероприятие, да? И я уже пойду к нему в офис, будем снимать из офиса и договариваться уже все железно и дальнейшие наши действия. Так что, следите за дневником слета. Будет очень интересно. Самый гвоздь программы, это будет встреча на Царской поляне в Беловежской пуще. Это круто.